О нарушениях на казахстанско-кыргызской границе поговорим с исполняющим обязанностей руководителя управления экспортного контроля комитета госдоходов Асель Коншпаевой. Добрый вечер, Асель. Скажите, почему усилили проверку транспортных средств на казахстанско-кыргызской границе? Хочется отметить, что органами госдоходов за первый квартал были проведены анализы, по итогам которого было установлено, что товары, которые идут транзитом через Республику Казахстан из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику, импортируются с занижением таможенной стоимости. Данные факты влияют на бюджет Евразийско-экономического союза. Кроме того, стали поступать информация от контролирующих органов о том, что через государственную границу Казахстана со стороны Кыргызской Республики поступают товары с недостоверными сведениями в товаросопроводительных документах. В связи с чем с 27 марта усилили контроль по товарам, возимым из Кыргызской Республики с содержанием в транспортных средствах китайских товаров. В ходе проверочных мероприятий было выявлено и выявляется, что в транспортных средствах содержатся иные товары, чем те, которые были заявлены в товаро-транспортных документах. Кроме того, были установлены факты, что при перемещении транспортных средств отсутствовали документы на товары. Данные факты свидетельствуют о том, что недобросовестные налогоплательщики таким образом избегают от уплаты налогов. А какие нарушения самые распространенные? Как я отметила выше, что при предъявлении документов органам госдоходов в документах указываются одни товары, при проведении тщательного контроля выявляются другие. К примеру, заявляется детская одежда в количестве одной коробки, при вскрытии устанавливаются факты по 10-100 коробкам иных товаров народного потребления, таких как женские вещи, мужские вещи и другие товары. Какая обстановка сейчас на границе и какие меры принимает ваше ведомство для решения этой проблемы? Необходимо отметить, что со стороны казахстанской, на казахстанской границе скоплений транспортных средств нет. Наблюдается скопление со стороны Кыргызской республики. Кыргызские товары проходят через границу беспрепятственно. Вот эти скопления, можно сказать, создаются самими перевозчиками, так как при въезде на границу казахстанскую, видя, что проводят контрольные мероприятия по иным транспортным средствам и зная, что у них у самих документы не в порядке, просто добровольно разворачиваются, возвращаются на Кыргызскую сторону и стоят в очередь, вместо того, чтобы ехать и исправлять свои документы. На что они, интересно, надеются? Они надеются, что будет ослаблен контроль, либо глаза закроют, они пройдут беспрепятственно. Спасибо вам за комментарии. С нами на прямой связи была исполняющая обязанности руководителя управления экспортного контроля комитета госдоходов Оселих Конышпаева.